Добрый день, дорогие наши телезрители! Я вас приветствую на телеканале Универ ТВ. У нас сегодня очередная программа «Татархистры» и в студии ее ведущий я, Раиль Фахрудинов. У нас сегодня в гостях очень интересный собеседник, известный специалист в области российского источника ведения, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Владимирович Сиренов. Здравствуйте, Алексей Владимирович! Здравствуйте! А мы сегодня с вами поговорим об истории. И мой первый вопрос – нужна ли история? Является ли история чисто научной специальностью? или это часть нашей идеологии? Я бы сказал, даже государственной идеологии. На эти вопросы, я думаю, ответы могут быть разные. Каждое поколение дает ответ на эти вопросы свой. И, наверное, каждый историк дает свой ответ. Поэтому я вам предложу свой ответ. На мой взгляд, человеческое общество – это как организм. И можно разные сферы деятельности сопоставить с разными функциями организма. И историю я бы соотнес с памятью человека. Иногда у нас выходят фильмы и за рубежом, и у нас сюжет, где таков. Некий герой теряет память. Амнезия в результате какой-нибудь катастрофы. И что же с ним происходит дальше? Все остальные его функции организма работают. Он ходит, соображает, все нормально. Но для него это оказывается трагичным. Он оказывается не в состоянии жить в обществе, потому что он не помнит то, что было с ним. И то же самое и в отношении истории. Если общество, социум, народ либо забывает свою историю, либо, что может быть даже еще хуже, начинает неадекватно ее представлять. Ну, наверное, это с какими-то психическими заболеваниями можно сопоставить. Ну, например, если кто-то объявляет, что он Наполеон или Александр Македонский, то куда он попадает? Он попадает в соответствующее лечебное заведение. И для него это конец его социальной жизни. Вот так же и социум, так же народ, так же государство должно иметь не просто историю, должно иметь объективную историю, где нужно иметь мужество признавать какие-то негативные стороны, говорить о неприглядных фактах, не из какого-то самобичевания или самоуничижения, а для того, чтобы иметь адекватное представление о себе прежде всего и о своем месте в мире. Потому что если это представление будет как-то неоправданно завышено, легендализировано, мифологизировано, то и действия этого сообщества, они будут неадекватны ситуации. И в результате это закончится трагедией. Но вот в связи с этим, Алексей Владимирович, вы сказали, что у каждого народа должна быть своя историческая память. И эта историческая память, она должна быть объективной. Но мы в последнее время сталкиваемся с тем, что у того или иного народа своя историческая память, у другого народа своя историческая память. А где же вот эта объективность? Она находится посередине? — Я не говорил, что историческая память должна быть объективной. Историческая память по определению не может быть объективной. Я говорил о том, что должно быть историческое знание. И картина мира, картина прошлого, она должна быть реконструирована не с помощью исторической памяти, а с помощью, обращаясь к историческому знанию. — Ну, приведу пример какой-нибудь. Когда мы покупаем квартиру, какую-то недвижимость, мы не ограничиваемся рассказами о том, какая это хорошая квартира или участок дачный. Мы выправляем все документы. Нам очень важно посмотреть, нет ли там долгов каких-то, кто был предыдущий владелец и так далее. Потому что нам важно знать правду по документам. Вот, на мой взгляд, задача историков, профессиональных историков, не столько и не только собирать легенды и создавать некий образ именно исторической памяти. Историческая память — это скорее такое явление культуры, необходимое, безусловно. Но только на нем невозможно строить картину прошлого. Нужны факты, нужны документы. Безусловно, не имеет смысла постоянно говорить там о фактах, о документах. Мы с вами же постоянно не говорим о каких-то там платежных документах, тоже по ЖКХ. Но тем не менее, мы их отслеживаем, и для нас это жизненно важно. Вот так же и для общества жизненно важно знать и иметь представление объективное о тех документах, о тех исторических свидетельствах, о тех фактах, которые существуют. А историческая память — это нечто другое. Это образ, который формируется уже в большем народном сознании. И это тоже важно, потому что он имеет отношение к искусству, к общественному сознанию. И к нему тоже надо относиться очень аккуратно. И исторической памятью нужно заниматься, ее развивать, но хорошо понимать, что историческая память и историческое знание — это совершенно разные вещи. Алексей Владимирович, все-таки историк — это исследователь или популяризатор науки? Я считаю, что историк, он по определению должен быть таким многостаночником. И мне лично не близки, не близка такая позиция, когда тот или иной историк говорит, Вот я специалист только по этой эпохе, только по этому явлению, условно говоря, специалист 1601 до 1649 года. Вот 1600 год — это все. Это я уже даже не комментировать не буду. Я здесь не специалист совершенно. История — это наше прошлое. И наше прошлое было и тысячу лет назад, наше прошлое было и 15 лет назад. Поэтому заявлять, что вот меня не интересует то, что было тысячу лет назад, потому что я занимаюсь, условно говоря, Второй мировой войной, или наоборот, это неправильно. Другое дело, что в силу каких-то навыков, опыта, конечно, занимаешься эффективно, профессионально какой-то одной темой, Но интересоваться, безусловно, надо всем. И популяризация истории — это очень важная составляющая. Другое дело, что для того, чтобы популяризировать историю, нужен особый талант. И, например, писать популярные книги по истории. Тут нужно быть и историком, наверное, и журналистом, и писателем. Но это не каждому дано. Да. И культурологам, и психологам. Безусловно. Алексей Ильич, вот вы являетесь ведущим специалистом не только в России, в целом, в мировой науке по российскому источниковению. И принимали самое активное участие в подготовке изданий крупнейших памятников русской письменности XVI-XVII веков. Это и степенная книга, имеется в виду лицевой, летописный свод, а также научного следия выдающегося академика Платонова. У меня в связи с этим вопрос. А когда у вас возник интерес к источниковеднию? Когда вы первый раз пришли в отдел редких рукописей? Рэй Равилович, я категорически против таких формулировок, там, признанный, выдающийся. Нет, но это правда. Ну, это, мне кажется, надо уходить от этого, потому что есть действительно в наше время выдающиеся исследователи, и есть великие историки, выдающиеся историки. Я себя к таковым не отношу, я убежден, что нужно работать, нужно делать то, что можешь сделать, в частности, на ниве исторической науки. Отвечая на ваш вопрос, тут, наверное, причиной то, что я учился в Петербургском университете, где вообще сильна источниковедческая школа. И мой научный руководитель Виктор Кузьмич Зиборов нас на семинарах постоянно напутствовал, что учиться быть историком нужно не в аудиториях университетских, а в архивах, библиотеках, работая с первоисточниками. И поэтому, вот получив, можно сказать, такие напутствия, мы шли в рукописные отделы, в архивы. И надо сказать, и это такая проблема есть, что, безусловно, этот контакт с источником устанавливается не сразу. И это я знаю не только по своему опыту, но и по опыту общения со студентами. Иногда бывает, что и студент талантливый, и хочет заняться источниками, но не получается. Вот никак. С одной стороны, по всей видимости, нужно иметь какой-то вот склад, может быть, психологический, какой-то психотип соответствующий для такой работы. А с другой стороны, просто количество проведенного времени в какой-то момент начинает переходить в качество. Потому что поначалу открываешь рукопись и осознаешь, что ты даже прочитать не можешь то, что там написано. Что просто часами сидишь, рассматриваешь, ищешь знакомые буквы и пытаешься как-то составить научное описание, ничего не получаешь. Ну, как в любом деле, эффективность приходит далеко не сразу. И вот этот барьер нужно терпеливо преодолевать. Ну, не могу спросить о том наследии, которое, я знаю, собирается в стенах веренного вам института. Вот о наследии Николая Петровича Лихачева. Можете немного рассказать? Конечно, и отчасти мой приезд в Казань связан с этой темой. Санкт-Петербургский институт истории образовался при слиянии двух крупных научных учреждений Петербурга. Это археографическая комиссия, которая была учреждена в 1834 году, и институт книги, документы и письма, созданные на коллекциях академика Николая Петровича Лихачева. Николай Петрович Лихачев, помимо того, что он был выдающимся исследователем и основоположником целого ряда вспомогательных исторических дисциплин, так он много сделал для развития иконографии, для развития филиграноведения. Это наука, которая изучает методы датировки рукописей по бумаге, для развития сфрагистики, например, дипломатики. И можно и дальше этот перечень продолжать. Генеалогии. Николай Петрович Лихачев был еще уникальным коллекционером. Имея, можно так сказать, финансовую свободу в этом отношении, дореволюционное время, он покупал рукописи всех времен и всех эпох народов на европейских аукционах. Он мечтал создать институт, где документы были бы представлены с древнейших времен, у него памятники Древнего Востока, Египта были в его коллекции, до современности, чтобы можно было документ, источник изучать на подлинниках и положить рядом, условно говоря, папскую буллу, жалованную грамоту великого князя московского и копскую рукопись. И изучать сравнительно, изучать материалы, изучать оформление, изучать и содержание. И вот в 1936 году эти два учреждения были объединены, и было создано Ленинградское отделение института истории, которое с 2002 года существует как самостоятельный Санкт-Петербургский институт истории. А вот эту идею Николай Петрович Лихачев привез из Казани. Николай Петрович Лихачев был выпускником Казанского университета и принадлежал к семье, к известному в Казанской земле роду Лихачевых. Буквально вчера коллеги свозили меня в поместье Лихачевых Полянки. Для меня это было просто таким неожиданным подарком судьбы, потому что я, конечно, хотел туда попасть, но как-то вот, знаете, когда все это не накладывается на карту, не конкретизируется, я и не предполагал, что я вот во время этого нынешнего приезда в Казань вот так просто попаду в Полянки. Ожидания оправдались? Даже, вы знаете, не то чтобы оправдались, а мне кажется, очень символично то, что сейчас происходит в Полянках, ведь там берег Волги подмывал это село и подходил к церкви, к церкви, построенной Лихачевыми, и где сохранились погребения предков Николая Петровича. Вот вчера мы видели могилу его отца, Петра Федоровича Лихачева. И я ехал туда с мыслью, что, наверное, разрушение продолжается. Но когда мы приехали, то увидели, что произведены работы по укреплению берега, там такая, можно сказать, почти набережная бетонная сделана, бетонные заграждения, и Волга уже больше не угрожает этому замечательному архитектурно-историческому комплексу. То есть Полянки спасены таким образом, и это, конечно, большое дело и для русской культуры, и для мемориализации памяти Лихачева и Николая Петровича, рода Лихачевых. Не случайно интерес Николая Петровича Лихачева к источникам, это и Казанский университет, как я уже сказал, и его семья. Николай Петрович был племянником Андрея Федоровича Лихачева, известного коллекционера казанского, как я понимаю, на коллекциях которого основаны казанские музеи, и Национальный музей Республики Татарстан, и во многом музей изобразительных искусств. И для нас важно изучать наследие Николая Петровича Лихачева, мемориализировать его деятельность, его фигуру. В этом году мы провели первые чтения лихачевские, 14 апреля, в день кончины Николая Петровича Лихачева. Такие чтения подобные проводились в Казани, в Национальном музее Республики Татарстан. И мы решили провести, можно так сказать, уже очередные чтения, но было бы замечательно такое сотрудничество с Казанским университетом, например, или с другими научными учреждениями, музеями Казани. Вот по дальнейшему развитию этого мероприятия. Ну, я думаю, что это сотрудничество, оно идет, и я тоже очень надеюсь, что оно будет, ну, во-первых, конечно же, плодотворным, а во-вторых, мы делаем общее дело. Это сохранение культурного наследия наших народов, русской культуры, татарской культуры, российской культуры. Но вот и в связи с симбиозом этих культур, я знаю, что в последнее время вы и ваши коллеги занимаетесь изучением рукописей, которые имеют отношение и к тюрк-татарской истории. А что это за рукописи? Не можете рассказать? Ну, вот я не знаю, не уверен, что я понял ваш вопрос. Я имею в виду ваши работы по изданию «Казанского летописица». Дело в том, что я поначалу не совсем понял ваш вопрос. Дело в том, что в коллекции Николая Петровича Лихачева были и восточные рукописи, но в 30-е годы они были отделены, и с тех пор наш институт не занимается историей Востока, восточной традицией, в том числе традицией тюркских народов, не занимается. Хотя в 20-е и 30-е годы занимался. А вы имеете в виду подготовленное нами издание так называемого «Казанского летописца» начало 17 века. Это уникальная рукопись начала 17 века, которая была написана в Казани, но написана была русским православным иконописцем. И татары там упомянуты, по-моему, только в одной статье, в статье 1604 года, когда речь идет о голоде в Казани. Вот там упомянуты разные народы. А там речь идет о православной Казани, о храмостроительстве в Казани. Причем интересно не только содержание летописца, и, может быть, не столько содержания летописца. Казанских известий там мало довольно-таки, поскольку автор описывал события мирового масштаба. Но интересен его подход к истории. Он, выписывая из разных источников сведения о чудесах, которые происходят на небе, о тех небесных знамениях, так летописца называется, летописец небесных знамений, знамения, он искал в них знак, который бы показал, когда же закончится смутное время, когда закончатся те бедствия, которые обрушились на страну. И сопровождал эти выписки из разных источников схемами. Например, выписывает он известие о солнечном затмении, которое произошло в Византии в XI веке. И тут же рисует, как он себе представляет солнечное затмение. Схема почти чертеж. Это для начала XVII века, для российской традиции, уникальное явление. Или описывает метеоритный дождь. И изображает то, как он себе... Ну, разумеется, он не понимает, что это метеоритный дождь. Для него это огненный дождь. Как он себе этот огненный дождь представляет. И так далее. Рукопись уникальная. Таких ни я не встречал, ни в литературе они не описаны. Ее обнаружил мой коллега из Пушкинского дома, известный археограф Глеб Валентинович Маркелов. Еще лет 15 назад и лет 10 назад привлек меня как историка для изучения, подготовки к изданию этой рукописи. Вот мы довольно долго ее готовили к изданию. И в 2018 году мы ее опубликовали в двух томах. Сама рукопись в Казани хранилась до 1845 года. Она была в коллекции известного казанского исследователя, филолога, историка Виктора Ивановича Григоровича. И уезжая из Казани, он, я сейчас точно не помню, по-моему, в 1945 году он и уехал из Казани в Москву, получив кафедру в Московском университете. Эту рукопись подарил своему коллеге петербургскому, известному лингвисту, Измаилу Ивановичу Срезневскому. И вот как она в 1845 году из Казани переехала в Петербург, так она до сих пор там в собрании Срезневского Библиотеки Академии Наука хранится. И, в общем, на нее не обращали внимания. Не обращали внимания во многом потому, что в хранилищах наших, я имею в виду нашей страны в частности, находится большое количество рукописных материалов. И далеко не все они имеют описание. Вообще создание такой информационной среды, в которой можно было бы находить источники самые разные, осуществлять поиск, делать такие источники доступными. Это одна из наших задач. А тираж книги большой? Нет, тираж книги очень небольшой. Там я сейчас затрудняюсь сказать. Ну, около 300, по-моему, экземпляров. Но она практически вся разошлась. Ну, насколько я знаю, вы подарили один экземпляр двухтомника Библиотеки Казанского Министерства. Конечно, конечно. Да, поэтому наши слушатели могут соприкоснуться с этим изданием. Студенты, преподаватели. Она находится на фондах нашей библиотеки. В отделе редких книг и рукописей. И мы с моим соавтором, Глебом Леонидовичем Маркеловым, обсуждали это. И очень надеемся, что казанские исследователи, может быть, молодые исследователи, может быть, студенты, обратятся к ней. Потому что мы комментировали там текст и комментарий. И мы комментировали, не зная многих казанских реалий. Потому что я к тому времени в Казани ни разу не был. Я приехал первый раз в Казань, когда нам нужно было выпускать ее в свет. И я понимал, что без казанских источников это невозможно сделать. Я вот тогда приехал посмотреть. И первый раз прошелся маршрутом нашего автора, который описывал разные казанские храмы. Я даже не представлял себе, где они расположены. Поэтому наш комментарий к казанским событиям, он по неволе такой вышел неполный, схематичный. Но это, наверное, и в чем-то и плюс, что это издание дает возможность для дальнейшего изучения этого замечательного памятника, который, я убежден, является ценным источником по истории Казани начала 17 века. Уникальным источником. Уникальным, безусловно. Алексей Иванович, я знаю, что помимо того, что вы возглавляете институт, являетесь профессиональным историком, в ранний период вы были реставратором живописи. Вот можно ли сказать, что вы являетесь реставратором истории? Ну, это мое первое образование, реставрация живописи. Реставратором истории я об этом не думал. И стоит ли так формулировать? Мне кажется, что само такое звание историка, это очень почетное звание. Мы знаем, что должности историографа, мы бы сейчас сказали историка, но тогда в традициях 18-го, начала 19-го века, историографа добивались такие выдающиеся деятели, как, например, Николай Михайлович Карамзин. Когда его назначил Александр I историографом в 1803 году, Карамзин считал это высшим званием, которое он мог получить. Александр Сергеевич Пушкин добивался того же звания историографа. Но другое дело, что это для них означало доступ в государственные архивы, но не только. И переводя на современный язык, можно сказать, что звание историка, оно почетно, и мне кажется, наша задача стараться ему соответствовать. И не нужно придумывать еще какие-то дополнительные определения. Вот быть историком – это уже замечательно, это уже прекрасно, и это уже требует многого от человека, и далеко не всегда мы соответствуем тому уровню, который, скажем, есть сейчас в исторической науке. Ну и хотелось бы узнать о планах вашего института, какие научные направления сегодня актуальны в вашем институте, немножко услышать о ваших коллегах, какие научные проблемы сегодня в Санкт-Петербургском институте истории являются наиболее интересными, востребованными, наиболее актуальными. Ну, Санкт-Петербургский институт истории – одно из крупных учреждений научных по истории в России. И можно сказать, что он один из самых старейших, один из самых старых, что ли, академических институтов, потому что в его основе археографическая комиссия, которая в 1834 году возникла, когда еще не было никаких других государственных научных институтов, можно сказать, что археографическая комиссия и стала одним из первых научных институтов в России. Ну и, соответственно, в археографической комиссии, потом в Ленинградском отделении института истории, в Санкт-Петербургском институте истории работали такие выдающиеся историки, ставшие классиками, как Сергей Федорович Платонов, Александр Евгеньевич Пресняков, если иметь в виду археографическую комиссию, Борис Дмитриевич Греков. И в уже послевоенное время выдающиеся историки Борис Александрович Романов, Александр Александрович Фурсенко, Борис Васильевич Ананич, к сожалению, не так давно ушедшие, и другие. И целую, можно этот ряд продолжать, я призываю всех обращаться к нашему сайту, к нашему институту, где есть специальные разделы, посвященные тем историкам, которые и работали, и работают в Санкт-Петербургском институте истории. Ну и, соответственно, этими, я бы сказал, классиками были заложены те направления, которые развиваются и сейчас. Это, например, изучение Российской империи. С ее начала, традиционно, Российскую империю с Петровского времени начинают. Но сейчас целый ряд исследований, в том числе и казанских историков, и историков других городов, и стран, и вообще это такое сейчас направление, понимать империю расширительно. И историю Российской империи начинать не с Петра, а с более раннего периода, с 17-го, с 16-го века. И вот это история институций, институтов российского государства, Российской империи. Это одно из направлений, безусловно, сильных в Петербургском институте истории. Второе направление, которое сейчас для нас актуально, это изучение, освоение Севера. Так получилось, что в архиве института, а институт обладает уникальными коллекциями памятников письменности, это и собрание археографической комиссии, коллекция Николая Петровича Лихачева, другие коллекции, это более 200 тысяч рукописей, начиная с 7-го века нашей эры до 20-го века. И среди этих коллекций довольно большое количество занимают фонды монастырей Русского Севера. И, соответственно, в институте существует школа по изучению монастырской культуры. В основном исследования проводятся на северных монастырях. И это не только изучение монастырской культуры, изучение истории церкви, православия, даже, я бы сказал, не столько, сколько изучение хозяйственного освоения севера от Средневековья к Новому времени. И вот это движение колонизационное на север, освоение севера, сейчас один из тех важных вопросов, которые мы исследуем. Ну и традиционно в Санкт-Петербургском институте истории существовала и существует школа американистики. Сейчас нами учрежден Центр по изучению истории Америки имени выдающегося историка, многолетнего сотрудника института, академика Александра Александровича Фурсенко. Мы сотрудничаем и с историческими учреждениями, но не только, а еще и с этнологами, этнографами для того, чтобы изучать историю Америки, народов Америки, причем как северной, так и южной, в комплексе. Мы как историки, но в сравнении с теми исследованиями, которые проводят сейчас этнологи. Это у нас новое направление, новая тема для того, чтобы таким образом обогатить ту традицию, которая в институте существовала много десятилетий, которую возглавлял академик Фурсенко, но на новом этапе обогатить ее методологически и в сотрудничестве с нашими коллегами. И, наконец, необходимо сказать еще об одном направлении. Это история 20 века. И здесь центральным является история Великой Отечественной войны, история блокады Ленинграда. Причем блокаду мы призываем понимать расширительно, не только как трагедию народа, не только как подвиг, но и как явление культуры. Потому что блокада Ленинграда, ленинградцы, эвакуированные из блокадного города, их вклад в развитие культурное, хозяйственное, разных регионов, связи других городов с Ленинградом, вот в послевоенный период, военный период, участие в военных действиях представителей разных народов Советского Союза. Это очень важная и, можно сказать, ключевая тема. Тем более, что в петербургских архивах большое количество документов, связанных с блокадой до настоящего времени, должным образом не введено в научный оборот, не опубликовано, и этим занимаются наши сотрудники. Ну и в заключении я хочу сказать, что все-таки главной нашей ценностью, ну, конечно, главной нашей ценностью, это люди, это все понятно, но главной нашей ценностью является коллекция документов, собранная в XIX-м начале XX века. Это уникальные собрания, среди которых собрание Николая Петровича Лихачева занимает, наверное, первое место по своей ценности. И наша задача это наследие сохранять, описывать, популяризировать и способствовать тому, чтобы это наследие изучалось. Алексей Леонидович, вот в самом деле Ваш институт обладает уникальной коллекцией письменных памятников, и не только письменных памятников. И в этом смысле институты выполняют функции музея. Нет в планах создания музея при Санкт-Петербургском институте истории? Очень хотелось бы создать не музей, а некое музейное пространство. Поскольку в институте действительно сохранились и сами коллекции, сохранилась мебель, сохранились какие-то артефакты в небольшом количестве, но тем не менее сохранились. И по фотографиям мы можем реконструировать, как выглядел музей Николая Петровича Лихачева, а он именно музей создавал поначалу, музей полиографии. И здание, в котором мы находимся, построил Николай Петрович Лихачев. Это дом Лихачева. Именно для своих коллекций и для музея. Вот реконструировать одно из помещений музея, конечно, хотелось бы. Но это довольно-таки непросто сейчас сделать, поскольку наш дом является памятником культуры. И у нас сейчас к памятникам очень бережное отношение. И это, я бы сказал, такая довольно-таки далекая перспектива. Это скорее мечта. Ну а помимо того, что мечтать приятно, есть много таких дел, которые не терпят отлагательств. Поэтому мы сейчас занимаемся преимущественно не вот этим направлением, хотя, конечно, и хотелось, и надо бы это делать. Но другими направлениями, о которых я говорю. Но я хотел бы, конечно, пожелать вам удачи, потому что создание вот этого музейного пространства, оно стало бы, на мой взгляд, еще одной такой вот научной изюминкой, просветительской изюминкой вашего академического института. У нас, Алексей Владимирович, к сожалению, время передачи так быстро пролетело. Илья Раилович, а можно я еще два слова скажу? Да, конечно. Я бы хотел обратиться к студентам Казанского университета и призвать их к сотрудничеству. У нас сейчас в институте работает три семинара по древнерусской истории, по истории России нового времени, по истории советского общества. Эти семинары открыты. Сейчас они работают и в режиме онлайн. И мы призываем студентов, аспирантов, молодых исследователей, вообще коллег из Казанского университета принимать участие в работе наших семинаров и в научной работе нашего института. А студентов мы приглашаем и в нашу аспирантуру. Мы были бы очень рады, поскольку Казанский университет это один из самых сейчас серьезных университетов, если говорить об изучении истории. Мы были бы рады такому сотрудничеству. Алексей Владимирович, большое вам спасибо за интересное интервью. Я очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Конечно же, вам творческих успехов, научных новых открытий. Дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях был доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Владимирович Сиренов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова